Всем привет, друзья! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл канале Сладкий Персик. И сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный омлет с грибами. Правда, омлет не совсем классический, не совсем привычный. Сейчас все покажу. Первым делом нам нужно подготовить грибы. Моем их под краном, затем промакиваем бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу, и нарезаем на тонкие пластины. Вообще-то здесь можно использовать любые грибы, какие вы любите, но так как шампиньоны купить намного проще, в любом супермаркете я взяла именно их. Итак, начинку подготовили, теперь займемся непосредственно омлетом. Разбиваем в миску яйца и слегка взбалтываем их вилкой или венчиком, чтобы белок соединился с желтком. Теперь берем молоко или сливки и добавляем к яйцам. Здесь действует правило, на одно яйцо мы берем примерно одну столовую ложку молока или сливок. Добавили и снова хорошенько перемешиваем вилкой или венчиком. Миксер доставать не нужно. Все ингредиенты подготовлены, теперь можно переходить к плите. Берем сковородку, наливаем на нее немножечко растительного масла, я люблю жарить на оливковом, разогреваем его и высыпаем туда грибы. Теперь жарим грибы до готовности, но это займет вас примерно 5-7 минут. И вот тогда, когда грибы будут полностью готовы, наливаем яично-молочную смесь. Огонь ни в коем случае не выключаем, продолжаем готовить на минимальном или на среднем огне и постоянно помешиваем наш омлет. Это можно делать ложкой, венчиком или обычной лопаткой. Я же вам вначале сказала, что омлет у нас получается не совсем классический и не совсем привычный. В этом как раз и заключается отличие, потому что омлет обычно жарится на сковородке как блин, а здесь мы постоянно его помешиваем. Когда все будет готов, выключаем огонь, накрываем сковородку крышкой и даем омлету постоять примерно пару минут. В это время можно нарезать овощи, зелень или даже какой-нибудь салатик. Мне кажется, что свежие овощи просто идеально подходят к такому завтраку. Получается очень вкусно, а главное полезно. Ну а дальше сервируем как обычно. Накладываем омлет в тарелку, добавляем зелень, овощи, можно положить колбаску или какое-нибудь куриное филе и, конечно же, посолить. Солим омлет мы непосредственно в тарелке. Вот такая красота у нас получилась. Всем желаю приятных и вкусных завтраков. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал.